Создадим токарную операцию для данной детали. Это будет первая операция без шага обработки. Просто проделываем сквозное отверстие в заготовке. Так как на нашем предприятии нет обрабатывающих центров, управляющую программу мы разбиваем на несколько элементов. Это работа токарного автомата, либо полуавтомата, и фрезерная обработка на двух-, трех-, четырех-, пятикоординатном станке. Очень удобно, кстати, то, что можно работать с управляющей программой непосредственно там же, где и была создана деталь. Это достаточно удобно. Процесс подготовки такой же, как и для фрезерных операций. Задаем 0, Z, оси. При добавлении нулевой точки CAM создает несколько эскизов для последующего выполнения токарных операций, для внутренних операций и, соответственно, для внешней обработки, которая потом используется для построения траекторий. Но, кстати, очень удобно, что в совсем более ранних версиях приходилось добавлять вручную периодически те или иные эскизы на заготовку либо в контексте CAM-сборки, либо в контексте самой детали, потом импортировать их в CAM. Улучшили этот момент. Спасибо разработчикам. Как всегда, добавляем припуски на создание заготовки. После того, как вписали циферку, Enter не нажимаем, поскольку закрывает операцию, создает 3D-модель. Подтверждаем создание 3D-модели. Это тоже большой плюс, что начальный алгоритм для любой операции всегда одинаковый в Solid CAM. Ну и, в принципе, как для самой SolidWorks, справедливо. Но радует, что построение заготовки, указывание нулей — это все для любой операции всегда будет одинаково. Все, задали. Отлично. Продолжаем. Тут немножко другой принцип по сравнению с фрезеровкой. То есть тут при активации инструмента сверления как бы никакой геометрии, кроме нулевой точки, выбирать не надо, потому что, в принципе, логично, так как сверло у нас в задней вапке стоит, поэтому никаких координат геометрии дополнительно выбирать не надо. В 10-мм отверстие должно быть один инструмент. Безопасное расстояние 2 по х, по z. Ничего менять не надо. Тут нужно оставить начальную точку. Начальную точку всегда нужно ставить на заготовке. Кстати, будет подсвечиваться. Конечную точку можно выбрать на детали, но так как я ее знаю, я просто впишу, ну что там, 40 мм. Тут начинается интересный момент, то есть выбор типа цикла. Про простое сверление, сверление с выводом и как бы долбление непосредственно, но нас интересует сверление с выводом, нужна частота отверстия. И вот, по идее, тут настройки цикла сверления закончены. Можно нажать кнопочку «Данные» и получить таблицу. А вот фокус в том, что в эту таблицу нужно вводить значение, чтобы сработал цикл сверления. Шаг по z – это расстояние, в которое сверло будет заглубляться, и также включен полный вывод сверла. Если его выключить на «нет», то можно задать характеристики типа отвода. Подтвердим операцию. И также сделаем для получения полного отверстия. Но чтобы конус сверла вышел за границу, указанной точкой 40 мм от начала детали. Можно настроить подвод-отвод, в нашем случае по z, и укажем начало заготовки, но чтобы сверло об нее не билось. Что, в принципе, вполне логично. По х, естественно, 0, потому что сверло. Запускаем симуляцию, смотрим, что выходит. И проверяем, что вышло. В общем-то, ошибок нет, столкновений нет, заготовка засверлилась, цикл отработал, можно генерировать управляющую программу. Но при этом не забыть сохранить операцию. Вот таким образом организовывается сверление в SolidCam. Единственный момент, что характеристики цикла задаются в табличке, и это не очень очевидно. В целом, достаточно удобный инструмент для работы. Ну и на всякий случай можно сохранить. Квода для данной операции, как видим, он не особо большой. Но, в принципе, можно запустить его на станке и посмотреть, как будет отрабатывать. Либо, если вы понимаете, что значат те или иные коды, то при взгляде на, собственно, листинг программы, вы можете примерно представлять, что делает станок. Очень, кстати, полезное знание. И иногда может значительно облегчить работу с SolidCam. Особенно в случае с неправильной интерполяцией, либо какими-то непонятными кодами, которые ваше управляющее оборудование не воспринимает. Ну, в целом, ничего сложного. Нужно просто вникнуть. Субтитры создавал DimaTorzok